Всем привет-привет! Не знаю, как я раньше жила без этого красавчика. Наверное, эту фразу я всегда вам говорю, когда снимаю ролик про свои психопсисы. Расцвел очередной цветок на моем цветоносе, который за последние полгода очень-очень сильно удлинился. Дело в том, что для психопсисов характерно цветение так называемого револьверного типа. Это когда один цветок отцветает, и цветонос удлиняется, и тут же начинает развитие следующего бутона. Короче, простое у нас не бывает никогда. Это как раз одна из тех орхидей, про которые, можно сказать, задолбала она меня своим цветением. Ну так вот, ребят, распускается у меня очередной цветок. А мы по предыдущим цветениям знаем с мужем, что лепестки у этого красавчика просто страшно хрупкие. К ним притрагиваться категорически запрещено. Ну и что? Предыдущие мои цветения, которым я пыталась помочь, и, естественно, получила рваную салфеточку вместо питалий и сипалий, ну вот, предыдущие цветения отучили меня трогать цветок у психопсиса. А мой муж, который раньше всегда давал мне по рукам, он в этот раз, проходя мимо, говорит, слушай, там столько оборочек, столько рюшечек и складочек, и там один лепесточек, говорит, потерялся в складках, так завернулся. Наверное, он сам не справится. И что вы думаете, он пошел? И своими, блин, пальцами попытался этому процессу помочь. Ну, короче, теперь я имею разорванный в трех местах психопсис. А муж с виноватым видом походил два дня вокруг него, а потом мне говорит, хочешь, я его заклею? Я говорю, скотчем? Ну, можно ликопастырь взять? Он говорит, нет, цианоакрилатом. Ну, короче, ну, есть такой мужской строительный подход. Чуть что, сразу суперклей, цианоакрилат. Я говорю, нет, спасибо. Красоты нам это явно не прибавит. Это такая ядреная штука. Вот, так что теперь у меня вот такой вот рваный в трех местах психопсис, но его спасает то, что он сам по себе такой бахромчатый, и там, честно говоря, непонятно, где какие надрывы были. Но сейчас я показываю его предыдущее или предыдущее цветение. Вы увидите, что все лепестки действительно распрямились, да, и достаточно далеко друг от друга находятся. А мой нынешний цветочек, он действительно запутался. То есть там вот эти вот окончания у питали-сипали, они своими бахромчатыми краями зацепились друг за друга. И я вот не знаю, сам психопсис справится с этой проблемой, скажем так, или нет. Но по-любому. Он мне нравится в любом исполнении, в любой вариации. А это цветение другого психопсиса, который я продала своей подписчице. И я надеюсь, что он у нее тоже цветет и радует ее своими цветениями. И я скоро буду снимать для своего патреона ролик о психопсисах. Я тут в теплое время года предыдущего, я такой эксперимент один провела. Ребят, не показывала, потому что не знала, чем кончится. Но, судя по всему, психопсису понравилось, потому что, уехав недавно на дачу на пару дней буквально, и вернувшись, я обнаружила под сухими кроющими огромный цветонос. Он уже сейчас 6 сантиметров в длину, представляете? Вот еще буквально дней 5 назад его просто не было. Я думаю, что и условия подошли, которые я ему создала, местоположение, досветка, всякое прочее. И та посадка экспериментальная, рискованная. Я знаю, что психопсисы не сажают таким образом. Но, короче, ребята, бинго, попадание в десяточку. И я на Патреоне буду в ближайшие дни снимать ролик об этой посадке. Так что, мои патреонцы, ловите в ближайшие дни этот ролик. Я понимаю, праздничные дни. Многим вообще не до интернета. Поэтому, скорее всего, ролик выставлю после 8 марта. Тем более, что до 8 марта мы должны с вами, во-первых, разыграть орхидейную консультацию, запись на которую идет сейчас на Патреоне. И также 8 числа я обещала розыгрыш какой-нибудь орхидеи и своей коллекции. Это не та лотерея, при которой нужно приобретать за деньги. Лотерейный билет? Нет. Входным билетом в эту лотерею является ваша подписка ежемесячная на мой Патреон. Таким образом, я частично могу отблагодарить моих подписчиков, которые ушли со мной туда, на Патреон, на эту прекрасную площадку, где у нас образовался сейчас очень милый, уютный, душевный орхидейный клуб. Ссылку на Патреон оставлю под этим роликом, а также продублирую ссылку на тот видеоролик, где я подробно рассказываю, что это за площадка, как туда подписаться с телефона, с компьютера и так далее. Потому что площадка англоязычная, и очень многих моих подписчиков, которые хотели бы подписаться, вот это отпугивает. На самом деле, ребята, это не сложнее, чем купить какую-то вещичку на Алиэкспрессе. Так, что еще хотела сказать по поводу продаж орхидей в этом году. Список будет сначала доступен на Патреоне, и только тогда, когда мои тамошние подписчики не проявят интереса к этому растению, я буду выставлять его на продажу на других своих ресурсах. Вот еще одна плюшка, которой пользуются мои подписчики там. А также они видят все мои публикации для моих подписчиков на Патреоне, они всегда открыты. А для тех, кто просто так заглянет туда, там будет висеть замочек, который отпирается после того, как вы оформляете подписку. Вот так этот сайт действует. Ну что же, ребята, буду готовить уже потихоньку список своих продажных орхидеи в этом году. Я думаю, что растений 200 из своей коллекции я продам. Вот, поэтому весна будет очень-очень жаркой. Наверное, спать не буду вообще. Все, мои хорошие, ссылку ловите на Патреон внизу под этим роликом. С моими патреонцами увидимся на розыгрыше орхидейной консультации и на розыгрыше орхидейки из моей коллекции. Вот, а вы держите свои руки подальше от цветущих орхидей. Особенно, если это психопсис с очень-очень нежными лепесточками. Все, мои хорошие, всех целую, еще приду.